Открытый диалог с Александром Непомнящим Наш эфир продолжает очередная встреча с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр. Добрый день, здравствуйте, Сергей. Ну что, давайте, наверное, начнем с того, что происходит в Израиле. Ну, в частности, события последней недели говорят о том, что враги Израиля готовятся к войне. А вот, так сказать, к чему готовится Израиль, что происходит в Израиле. Да. Вы знаете, Сергей, в последнее время я иногда получаю такие сообщения, мол, как-то все настолько пессимистично в ваших передачах, может быть, немножко добавить оптимизм. И вы понимаете, я не знаю, как в СМИ в Америке, но СМИ в Израиле сейчас просто сахар и елей. Всё замечательно, всё чудесно, всё хорошо. И сторонники нынешнего правительства у нас в Израиле откровенно говорят, мол, зачем рассказывать плохие вещи, надо успокоить людей, всё хорошо, всё замечательно. Нет проблем с эпидемией, нет проблем с раздачей страны нашим врагам, нет проблем с каскадом уступок, нет проблем с шутовством наших лидеров. И поэтому, к сожалению, приходится рассказывать именно самые вопиющие вещи и обращать внимание на что-то менее радостное, потому что иначе мы окажемся в таком иллюзорном мире, в котором всё замечательно, а на самом деле проблем-то очень много, и с каждым днём становится всё больше. Поэтому уж пока придётся потерпеть не самые радостные, не самые оптимистические описания ситуации. И да, вы правы, практически каждый день происходят события, которые говорят нам, что враги Израиля готовятся к войне. А вот с другой стороны реакция Израиля указывает на то, что Израиль к этой войне совершенно не готовится. И вот на прошедшей неделе произошли сразу три события, которые как бы с одной стороны не связаны между собой, но все они стали ярким свидетельством этого печального положения дела. Во-первых, в понедельник Иран и его сателлиты, все три газа, Ливане, Сирии, Ираке, Гемене отметили вторую годовщину ликвидации американцами в Ираке командующего силами корпуса стражи Исламской революции генерала Касама Сулеймани. И вот на траурной церемонии, состоявшейся в Тегеране, центральной траурной церемонии, президент Ирана Новый Ибрагим Раиси пообещал убить бывшего президента Дональда Трампа и бывшего госсекретаря Майка Помпе. Вот так просто. И мало того, что администрация Байдена даже не осудила иранский режим за угрозы жизни бывшему президенту и госсекретарю, пусть они из противоположной партии, конкуренты, но это ваши национальные символы, это ваш президент, ваш госсекретарь. Хуже того, в тот день, когда Раиси пригрозил убить Трампа и Помпео, представители президента Байдена по ядерным переговорам, находясь в Вене, открыли очередной раунд ядерных переговоров с эмиссарами Раиси. И официальные представители США, как сообщили в преддверии переговоров, журналисты рассчитывают, что уже в самом ближайшем будущем они смогут заключить с иранцами сделку, возможно, частично. И, судя по отчётам об идущих переговорах, сделка, по сути, означает ничто иное, как тотальную капитуляцию США перед требованиями Ирана. На прошлой неделе британский журнал «Спектатор» опубликовал отчёт под названием «Внутри катастрофических переговоров Джо Байдена с Ираном». Он уже такой заголовок говорит сам за себя. И «Спектатор» не считается таким уже радикально правым антилиберальным журналом. Но даже он описывает буквально крушение позиций Запада из-за радикальной про-иранской позиции американской команды во главе с Робертом Мелли. Собственно, те, кто слушает наши передачи, и не только мои, видимо, знают, кто такой Роберт Мелли, могут себе представить, что у этого человека, выросшего в семье коммунистов, радикально. И ничего другого быть не может. Но вот теперь это уже не только мы говорим, это говорят и британцы. Британские другие переговорщики охарактеризовали Мелли как самого пацифистки. Но они всё-таки британцы, поэтому они не назвали это, может быть, так, как должны были. Они сказали «самый пацифистки настроенный чиновник». Они использовали английское слово «довишь», то есть такой голубиный чиновник, которого мы когда-либо встречали. Один из британцев заметил, что Мелли зашёл так далеко, что, вот я цитирую, заискивает, разговаривая с Тегераном. Опять же, надо понимать, что это говорят британские дипломаты, это не язык журналистов. То есть есть уже британские дипломаты, так говорят. И они пояснили, что Мелли представил иранцам в самом начале переговоров то, что должно было стать окончательным предложением США, то, что называется «берите или уходите». И иранцы, получив это в самом начале, они буквально затаили дыхание, поглубже уселись в креслах и принялись требовать дальнейших уступок. И с этого момента, объясняют британцы, всё пошло под откос. Иран отказался идти на какие-либо уступки вообще. И ясно, что в этих обстоятельствах единственный способ теперь достичь какого-то соглашения, пусть даже частичного, это если США откажутся от предполагаемой цели соглашения помешать Ирану создать независимый военный ядерный потенциал. И вот реакция Израиля на крах дипломатической позиции Америки свелась к попытке просто замаскировать как бы эту бездну, разделяющую теперь позиции США и Израиля. Пример-министр Нафталий Беннетт, ну, без слёз сочетание пример-министра Нафталий Беннетт произносить нельзя, об этом, может быть, мы поговорим ещё чуть позже. Но вот, тем не менее, он сделал вид, будто бы вообще не замечает масштабов катастрофы и проблемы. И он сказал, ну, мы вообще не плюшевый мишка, образы какие у него, только умеющий говорить «нет». Мы не ищем повода для драки. Сделка с Ираном может быть и хорошей, вот как теперь Беннетт у нас говорит. Короче говоря, политика США теперь состоит в том, чтобы удовлетворить Иран, а политика Израиля в том, чтобы удовлетворить, умиротворить США. И при этом больше никто не мешает Ирану стать ядерным держатом. Ну, а второе событие, которое произошло на следующий день, после того, как Раисе пригрозил убить Трампа и Помпео, а переговорщики Байдена, так сказать, возобновили процесс капитуляции перед посланцами Раиси, во вторник иранский, ливанский иностранный легион Хизбалла запустил в сторону Израиля мультикоптер. И израильская армия его сумела перехватить. Надо сказать, что все-таки техника в Израиле вся эта кибернетика защита на высоком уровне, его не просто забили, этот мультикоптер, его перехватили, то есть перехватили управление, посадили, и вот сегодня даже сообщили о том, что там какие-то картинки нашли интересные, которые эти идиоты не успели стереть, то есть лица запускающих видны на хизбалинских. Но на первый взгляд история с мультикоптером не должна вызывать беспокойство, может быть, даже наоборот, типа мы большие молодцы. Но вместе с тем, невозможно не рассмотреть ее как часть некого процесса. За последние несколько месяцев подобные попытки проникновения на израильскую территорию, пусть это мультикоптеры, беспилотники, какие-то искатели заработков, контрабандисты наркотиков и прочих, стали обычным явлением на ливанской границе. Иными словами, идет интенсивная проверка неприступности израильской границы. Хизбалла, осуществляющая полный контроль над ливанской стороной границы, не просто допускает все эти проникновения, но фактически направляет большинство из них. И все эти действия имеют совершенно понятную, ясную цель. Помимо прочих, вещей Хизбалла используют их для проверки оперативной готовности Израиля, исследуют структуры развертывания сил, безопасности, разведывательный потенциал, скорости реагирования, компетентности и так далее. И все это, в свою очередь, все эти пограничные операции Хизбаллы мы должны увидеть вместе с тем, что называется планом Радуана. Около 10 лет назад Израиль обнаружил, что Хизбалла планирует вторжение в Галилею в ходе предстоящей войны с целью захвата целого еврейского поселка, ну или, по крайней мере, большого количества еврейских заложников. И Хизбалла намерена дальше использовать похищенных и израильтян в качестве живого счета для своих дальнейших операций или в качестве козыря на переговор, и, словами, как инструмент шантажа. И глава Хизбаллы Хасан Насралла в 2015 году, то есть 6-7 лет назад, публично обнародовал так называемый план Радуана. Что такое Радуан? Радуан — это своего рода элитное подразделение в рядах Хизбаллы, группировка которой насчитывает порядка двух с половиной тысяч боевиков, по оценкам израильской разведки. Все это ветераны воин в Сирии и Ираке, то есть это настоящие бойцы, прошедшие много, имеющие большой военный опыт и специалисты действительно высокого уровня. Именно они, согласно плану, должны вторгнуться на территорию Израиля. И вот Хизбалла объявила о плане более шести лет назад. А три года спустя, в 2018 году, Израиль обнаружил сложные подземные туннели, построенные Хизбаллой для переброски боевиков на израильскую территорию. То есть нам, на самом деле, не очень объясняют, но даже из того, что мы знаем, часть этих туннелей, по крайней мере, то, что нам армия показала официально, они действительно выходили на израильскую территорию. Это были не кошачьи лазы, это были буквально бетонированные туннели, в которых можно технику провозить. Израиль говорит, что он их нашёл. Но все ли он нашёл или не все, это же мы не знаем. Однако укрепление границы до сих пор не закончено. И на сегодняшний день, из-за отсутствия финансирования для проекта, понимаете, отсутствует финансирование в этом правительстве на проект защиты нашей границы, то есть на подключение к электричеству и другим инфраструктурам незаконных бедуинских посёлков, захвативших территорию в Негеле. Деньги есть. На перевод колоссальных денег арабам, чтобы они поддерживали это правительство, деньги есть. А на то, чтобы закончить проект бетонированной стены пограничной, которая должна создать какую-то защиту на границе с Ливаном, на это денег у нас правительство пока нет. И нет никакой информации о превентивных мерах по предотвращению плана Радуан. В публичном пространстве ничего не обсуждается и, в общем, хуже того, нет никаких признаков того, что подобные меры вообще имели место. То есть израильская армия находится как бы в пассивной обороне. Она готовится защищаться, но ничего активного как бы вот этим планом и постоянной проверки её навшивость не представляет. И это, наконец, подводит нас к третьему событию, которое было инициировано врагами Израиля в прошлой неделе. В субботу, буквально вот в сам Новый год, Томас запустил две ракеты по Тель-Авиву. Затем атаковал вертолёты армии обороны Израиля, которые вылетели на ответную акцию ракетами «Земля-воздук». Но опять же, обошлось без жертв, ракеты упали в море напротив Тель-Авива, а обстрелы наших вертолётов тоже не нанесли им ущерба. Но лидеры Израиля ведь обычно приписывают затишье между ракетными обстрелами израильских городов Хамасом и между террористическими атаками сдерживающей силой Израиля. Ну, типа, Израиль так вот наподдавал Хамасу, что он боится, и это его сдерживает. Но вот на этой неделе главарь Хамаса, террорист Исмаил Хания, в общем-то, опровергает утверждение израильских политиков. Он дал интервью телеканалу Аль-Джазира и сообщил о том, что после операции Литой Свинец в 2009 году Хамас использовал каждую передышку между военными компаниями для повышения и укрепления своего стратегического потенциала. Он наращивал потенциал производства ракет внутри страны, а в перерывах между компаниями переправлял тысячи качественных снарядов из Ирана в сектор газа. Он построил комплекс подземных туннелей для наступления обороны между этими компаниями и в преддверии последнего наступления на Израиль в минувшем мае они наладили оперативную координацию с израильскими арабами. То есть вот мы еще в мае обсуждали и говорили действительно, как так случилось, что вот израильские арабские банды просто одновременно с атаками Хамаса начали погромы в смешанных еврейско-арабских городах и перегораживали трассы. Вот на самом деле сегодня мы уже видим и понимаем это наше подтверждение данных разведки в заявлениях самих хамасников Хамас задействовал израильских арабских погромщиков в качестве неотъемливого компонента своей атаки против Израиля. То есть если раньше это была гипотеза о том, что арабская черня, которая линчевала евреев и сжигала еврейские машины и дома в Аку, в Хайфе, в Лоде, в Рамле грушила предприятие, ну примерно так, как ваши вот эти самые Белемовские бандиты действовали в смешанных арабах и еврейских городах и если вот эта толпа блокировала основные транспортные артерии в Негиве Галилей, если это была гипотеза о том, что это было организовано Хамас, то теперь это подозрение переросло в уверенность, потому что всё насилие израильских арабов прекратилось в одночасье, лишь только Хамас согласился на прекращение огня. И вот реакция Израиля на ракетную атаку Хамаса по Тель-Авиву последней, которая в новогоднюю ночь произошла, была откровенно вялой и в интересах сохранения спокойствия ответный авиаудар Израиля в самом лучшем случае можно назвать слабым. То есть то, за что в своё время когда-то Натаньяо, отвечая на такие акции хамасовские, отвечал он обычно более решительно. И оппозиция кричала, что он бомбит пустыри. И армия объяснила, нет, мы не бомбим пустыри, у нас есть цели, мы их бомбим. Действительно, это выглядело не как серьёзное наказание, типа, по нам стрельнули, мы им ответили. Но в этот раз даже этого не было. То есть был ещё менее организованный ответ, и те самые люди, которые укоряли Натаньяо, что он бомбит пустыри, даже и пустыри не бомбили. А что-то такое постреляли, причём, по словам официальных лиц в армии обороны Израиля, то есть сама армия говорит, канцелярия премьер-министра была настолько полна решимости не спровоцировать Хамас своим ответом, что фактически принесла в жертву оперативную безопасность и сообщила через СМИ план ответной атаки ещё до того, как ВВС отправили свои силы в сектор газа, понимаете? То есть Беннет выскочил и заявил, что мы сейчас обязательно ответим. ВВС ещё не отправило туда самолёты, вертолёты. И когда вертолёты прилетели, что-то там пострелять, по ним уже стреляли из ракетами Земля-воздух. И слава Богу, всё-таки мастерство наших пилотов несравнимо с этими самыми вандерлогами. И тем не менее. В канцелярии премьер-министра конечно тут же отвергло эти обвинения, мол мы не ставили, не создавали угрозу оперативной безопасности, но факт остаётся в том, что Израиль скоординировал свой ответ с египтянами, которые служат посредниками с Хамасом. Ну хорошо, вы не напрямую Хамасу сказали, вы сказали египтянам, разницы-то ведь никакой нет. И вот эти чрезвычайные усилия правительства Израиля нового не спровоцировать Хамаса им ответом на обстрел Талявио, они приводят к очень печальному выводу о том, что затишье между компаниями Хамаса является вовсе не свидетельством сдерживающей силы Израиля. К сожалению, это куда больше свидетельствует о сдерживающей силе Хамаса. Израиль действительно инициировал одно мероприятие на прошлой неделе сам. Это была встреча министра обороны Бенни Ганса в своём его доме с председателем палестинской администрации Махмудом Аббасом. Аббас, наверное, много лет за всё время, что Натаньяо был премьер-министром, на протяжении последних десяти лет, наверное, точно, Бас не вылезал из своей ромалы и на территории Израиля не появлялся. И вот его принял Беннет, прошу прощения, Ганса прямо у себя дома. И, как и Беннет, Ганса настаивает на том, что ему встреча с Аббасом не знаменовала собой начало нового «мирного» в кавычках процесса, нового процесса уступок. И Беннет и Ганс утверждают, будто бы встреча Ганса в его частном доме с Аббасом была вызвана соображением национальной безопасности Израиля. Но что было на этой встрече из того, что мы знаем, мы не знаем всех подробностей, но что нам СМИ сообщают, что в ходе этой встречи Ганс согласился передать автономии сотни миллионов шекелей, которые Аббас будет использовать для выплат зарплат убивавшим евреев террористам и пенсии для тех семей террористов, которые были ликвидированы нашими силами или погиб при входе в совершении теракта. То есть Израиль передаёт сотни миллионов шекелей, из которых выплачивается значительная часть этих денег на выплату премии и зарплаты пенсии тем, кто убивал евреев. Ганс также согласился разрешить массивное арабское средство в зоне Сивы, иудеев, Самарии. То есть в тех самых областях, которые необходимы Израилу для защиты своей национальной безопасности и тех общин, которые живут в этих районах, не только тех общин. Вот буквально вчера мы были в Хомишу, может быть, об этом мы второй половине дня поговорим, и мы видели, собственно, эти высоты самарийские, ну иудейские тоже. С них видна вся прибрежная часть. То есть совершенно понятно, что если эти высоты передаются врагу, а их передаёт сейчас ганс врагу физически, то есть не просто передаёт, как и на словах, а разрешает там строить арабов. Когда арабы строят, то в общем-то может сказать, что это потеряно для нас. И вот оттуда открывается вся прибрежная часть, оттуда простреливается всё буквально. Но хуже того, это ещё не всё. То есть деньги он дал, он разрешил огромное строительство, и ещё ганс согласился разрешить 10 тысяч, как бы дал 10 тысяч разрешений, и 10 тысяч арабов, иностранных, не как бы родившихся в Удии и Самарии, которые незаконно проживают в автономии, они получат статус постоянного жителя. Понимаете? То есть вот то самое пресловутое право на возвращение, то, что требует арабы, чтобы разрешить всем мусульманам мира приезжать на территорию Палестины под видом возвращения беженцев. 10 тысяч иностранных арабов, не граждан палестинской автономии и не граждан Израиля, которые приехали туда и живут. Кстати, почему они там живут? Потому что при всем, как бы при всех сложностях уровень жизни в Иудее и Самарии у арабов он значительно выше, он, конечно, гораздо хуже, чем в Израиле, у арабов, но значительно лучше, чем в соседних странах, в которых разруха, нищета, боль и кровь и ещё непонятно что. Опять же, мы вчера ехали, мы видим, как забиты дороги. У арабов отличные машины, качественные, новенькие, их очень много и дороги просто сплошные пробки. То есть они, видно, живут очень неплохо там в Иудее и Самарии. И вот 10 тысяч пробрались на территорию видимо из Иордании, из Египта и приехали из Сирии как-то там и теперь они получили статус там постоянного жителя. То есть фактически Ганс уже понял это право на возвращение 10 тысяч человек, это не шуток. Короче говоря, рассматриваемые вместе или даже по отдельности все эти уступки Ганса Аббасу совершенно понятно, что никакой безопасности Израиля они не способствуют. Напротив, они препятствуют безопасности Израиля. То есть Ганс не пытался укрепить безопасность Израиля в ходе встречи с Аббасом. Он пытался умиротворить поддерживающего террор врага. Вот все это как бы подводит нас к общему выводу. Израиль, конечно, по-прежнему остается более сильным, чем его враги. Наша армия входит в десятку сильнейших армий мира. Это несравнимо, конечно, с тем, что имеют наши враги. Но наши враги же не тупицы совсем. Им не хватает бронетанковых дивизий и высококлассной авиации. Но они компенсировали этот дефицит, создав то, что называется трехкомпонентные силы, специально созданные, заточенные на борьбу с Израилем. Их оперативные составляющие — это ракеты, это средства террора, и это неконвенциональное оружие. Ракетная угроза, с которой сталкивается Израиль со стороны Ирана и его сателлитов в Ливане, в Сирии, в Сирии, в Сирии, в Регазе, в Йемене и в Раке, она просто не имеет ни исторического, ни мирового прецедента. То есть только у одной Хизбаллы порядка 150 тысяч ракет наведено на Израиль. Это больше, чем весь ракетный запас всех европейских армий, ну, западноевропейских армий. На Израиль наведено больше ракет, чем на любую страну на Земле. И в будущей войне Израиль должен будет столкнуться с тысячами ракет в день из Ливана, еще тысячами из сектора газа, еще большим количеством из Сирии, Ирака и Йемена. И арсеналы противника включают помимо обычных ракет еще десятки тысяч высокоточных ракет. И хотя Израиль обладает на сегодня самой современной противоракетной обороной в мире, понятно, что даже эта система не будет в состоянии противостоять тысячам ракет в день. То есть многие из этих ракет прорвут оборону, достигнут цели в Израиле. Что касается террора, Израиль столкнется как с большим террором, вроде описанного в плане Радуана, то есть с вторжениями и массовым захватом заложников, так и с местным террором со стороны автономии Аббаса и израильских арабов, интегрированных теперь, как мы видим, в силовую структуру Хамаса. И цель этого террора — подорвать мирную жизнь, подорвать мобилизацию армии обороны Израиля, что всегда было как бы главным ключевым моментом в арабской стратегии. И подорвать транспортировку войск к линии фронта. Ну и при наиболее удачном исходе, конечно, добиться поражения Израиля как такового. Что же касается неконвенциональных угроз, на данный момент пока она не стала реальностью. Но Сирия по-прежнему обладает немалым арсеналом химического оружия. Иран и Хизбалла также обладают значительными наступательными кибервозможностями. Последние месяцы в результате кибератак была нарушена работа израильских больниц и других критически важных объектов. Это проходит уже как рутина. Типа, вот опять была кибератака. Нам не говорят всегда, что это была кибератака врагов. Ну, мало ли какие-то хакеры. Но, понятно, по темам, допустим, когда нападают на больницу, это не просто хакеры, которым нечего делать 15-летние из гильдяй. Это именно кибератака вражеская. Командиры израильской армии обычно заявляют, что Израиль готов к надвигающемуся на него шторму. Но это подтверждение подобной готовности, как бы, прямо скажем, не очень заметно. На протяжении десятилетий доктрина Давида Бангуриона о переносе сражений на территорию врага была основной концепцией оборонной доктрины Израиля. То есть мы помним, она была сформулирована очень к простому, но очень действенной. То есть Израиль будет стараться перевести военные действия на территорию противника. Вы хотите на нас напасть? Имейте в виду, что вам придётся плохо. Но сегодня об этой активной доктрине и воспоминания не осталось. Израиль не наносит серьёзных превентивных ударов по ракетным позициям Хизбаллы и Хамаса в Ливане и в секторе Газа. То есть те обстрелы, те бомбёжки, которые происходят, это капля в море. Это как бы поддерживается некоторое, так сказать, некий статус-клон. Но вот эти 150 тысяч ракет Хизбаллы, их не уничтожают. И в газе, в секторе Газа, тоже мы знаем, их корженько покрошил Натаньяо перед последним аккордом своего премьер-министерского действия. Но тоже не было до конца до видения. И Израиль не ликвидирует главарей террористических группировок Хамаса, Хизбаллы и того же. Израильские арабы, участвовавшие в организованном насилии против евреев, в перекрытии стратегических страз во время вот этой последней майской агрессии Хамаса, они в основном уже все освобождены из тюрьмы. Понимаете? И полиция, и вооружённые силы не конфискуют огромное количество украденного и контрабандного оружия, которое почти повсеместно встречается в общинах израильских арабов, особенно у бедуинов в Негиде. При этом, когда мы посмотрим, например, на Ливан, экономическая разруха Ливана не слишком беспокоит Хизбаллу, которая, по сути дела, она и виновата в ужасающей бедности этого бывшего Ближневосточного Парижа. Насрала его террористическая банда, по-прежнему сосредоточена на готовности атаковать Израиль по приказу Тегерана. И то же самое Хамас, который железной рукой правит в обнищавшей Гази. Политическому военному руководству Израиля стоило бы признать, что умиротворение не является стратегической доктриной. Это политический шаг. И в случае Израиля он очень глупый, очень недальновидный. Нашим национальным лидерам нужно было бы осознать серьёзность ситуации и согласовать действия, силы, ресурсы из Израиля с той динамичной, смертоносной военной стратегией, которую наши враги создали и развили, чтобы нас уничтожили. Но тут мы переходим исключительно к глаголу в «стоило бы и было бы правильно». К сожалению, всё, что происходит сейчас, совершенно не в этом русле. И поэтому, да, мне приходится говорить об этих вещах, потому что нарушая вот эту идиллию, которая льётся из наших средств массовой информации в Израиле сейчас, говорящих, что всё замечательно и просто всё будет ещё лучше, потому что кто-то должен об этом сказать. Вот как-то так. Спасибо, Александр. Давайте мы сделаем небольшой перерыв, буквально несколько минут, после чего вернёмся. Продолжим. Если будут вопросы, примем звонки. Ну, а если нет, перейдём к следующей теме. Открытый диалог с Александром Непомнящим. Возвращаемся в программу Александра Непомнящего. Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло. Так. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, спасибо за вашу передачу. У меня несколько вопросов к Александру. Скажите, пожалуйста, вот, меня немножко удивляет ситуация в Израиле, с этой 4-й вакциной, которая будет проходить в COVID. Я не понимаю, вот в Израиле я видел репортажи, показывают, что Израиле это было какие-то лекарства от COVID или какие-то примитивные, какие-то, допустим, другие способы лечения. Но это 4-я вакцинация, это какая-то глупость, по-моему. Второе. Понимаете, я не понимаю вот этого вопроса. А почему, например, вот с этим COVID-ом они, например, закрыли все и с другой стороны вы до сих пор разрешаете въезд с Ромала, которые приезжают арабы и производят все эти там строительства. Какая ситуация происходит с COVID-ом, например, в районе Гази, в районе Ромали? Что происходит там? Или там они действительно принимают какие-то вакцинации? Или что у них происходит? И, по-моему, я так думаю, что вместо того, чтобы делать эту вакцинацию, делали какие-то, допустим, тесты по крови, определяли эти антитела. Все-таки шпиридовая страна, а вы как-то идете впереди этого паровоза 4-й вакцинации и показываете всему миру, что будете 5-я, 6-я, 7-я. Спасибо. Если можете прокомментировать. Спасибо за вопрос. Вы понимаете, во-первых, я все-таки не медик. И в отношении мер борьбы с эпидемией коронавируса могу ориентироваться только на каких-то других людей, специалистов, экспертов, которые говорят о том, что и как нужно делать. Но в целом ваши вопросы, они все сводятся к тому, что у меня такое ощущение, как будто вы говорите, что в Израиле, просто какой-то бардак с этим. И это абсолютно верное описание ситуации. Действительно, пока был Натаниял, его могли критиковать и считали, что, может быть, он слишком паникёр, что вот он делал эти самые, закрывал страну, карантин и вводил. Надо понимать, что тогда не было ни вакцин, не было понятно вообще, насколько смертельно и опасна эта болезнь. И, возможно, какие-то меры, которые он продвигал, они были чрезмерны. Но то, что произошло сейчас, это как бы правительство неумех, правительство, которое, мы как бы критикуем их за какие-то плохие вещи, но они даже те вещи, которые вроде бы как бы они должны делать сообща хорошие, они это делают через пень-колоду, просто потому, что они не умеют правильно делать. Поэтому у меня точно так же, как у вас, ощущение, что, в общем, в Израиле сейчас правительство не знает, как себя вести, не понимает, как себя вести, при том, что уже два года тянется эта эпидемия, что есть уже большой материал, есть статистики, есть понимание. И в Израиле просто отпустили всю ситуацию. И более того, есть даже какое-то ощущение цинизма правительственного. То есть, с одной стороны, мы понимаем, правительство не говорит это открытым словом, но мы понимаем, что речь идет о том, что знаете, что говорят они нам? Вот мы считаем, что вы лучше все перезаражаетесь, но кто умрет, умрет, кто не умрет, выживет, и все, это лучше решить. Поэтому сейчас, вот вы говорили, закрыто, да, Израиль был закрыт по решению правительства нового. Теперь он открывается полностью для всех в ближайшие дни. Как бы все ограничения снимаются, то есть заражайтесь все, кто может. И дальше будет, что будет. В больницах уже, видимо, не очень хватает мест, поэтому людям предлагают домашнюю госпитализацию. И при этом проверку, если раньше проверку проводили в официальных больничных кассах, то теперь ее перевожили на людей. То есть, во-первых, как бы снимается ответственность, потому что одно дело тебя проверяют в официальной структуре, какое-то другое дело это проверку делаешь дома сам. И во-вторых, мы понимаем, что домашняя проверка это, в общем-то, 50 на 50, знаете, как встретить на улице динозавра, либо встретишь, либо не встретишь. Так вот, так же и здесь. Эти домашние проверки, которые, во-первых, теперь будут стоить людям, потому что люди их должны покупать и делать за свои деньги, а не за счет государства, потому что, вроде как, в государстве денег нет. Мы понимаем, что все ушли куда-то там на другие правительственные решения. И проверяться будут люди как бы на честность. То есть, человек проверяется и должен к тому сообщить, болеет он или нет. Вы же понимаете. Единственная надежда, что все-таки эта последняя модификация, последний штамп коронавируса, он не такой смертельный. То есть, по сути дела, правительство Израиля умыло руки, сказало, спасайся, кто может. И люди теперь будут спасаться, кто могут. Кто выживет, тот выживет. Что касается, вы спросили еще, что там у арабов. У арабов, примерно, как бы у них всегда была такая ситуация, потому что у них же нет нормального руководства. Но мы-то были знакомы с другим. И что касается четвертой прививки, вы правы. Понимаете, первые две прививки, как бы я был большим их сторонником. Я считал, что это правильно. Во многом, мое отношение такое определялось тем, что я доверял нашему лидеру, Натаньяу. Он, соответственно, получал какую-то информацию, он принимал решение. И исходя из опыта того, что его решения, как правило, разумны, мне казалось, что и в этом он был тоже прав. Потом была третья прививка. Это уже было, уже без Натаньяу, было не очень понятно, действительно, сколько это нужно. Теперь правительство заговорило о четвертой вакцине. И надо сказать, что не только у меня, но огромное количество людей возникает масса вопросов. Действительно, ребята, а вы точно уверены, что это нам нужно? И уже даже эксперты в Министерстве здравоохранения говорят, ну, может быть, людям с повышенным риском, может быть, людям старше 60, если это еще действительно нужно, но не всем тут. И опять же, правительство то говорит нам идти делать эту четвертую прививку, то уже говорит, ничего не делать, болейте, как бы все, кто переболеет, тот молодец. Поэтому в целом бардак, ничего не понятно. И доверия к этому правительству нет. И действительно, теперь любое предложение, если это же оно будет разумным и продиктовано какими-то разумными экспертами, специалистами, но доверие не вызывает по определению, потому что все, что исходит от этого правительства, к сожалению, уже не вызывает никакого доверия. Давайте попробуем принять следующий звонок. Добрый день. Алло, здравствуйте. Александр, скажите, пожалуйста, во-первых, с Новым годом у вас. Насколько правые, не партия, а политики, правые, в правых взглядах юральчане пришли к пониманию того, что левые партии и примкнувшие к ним Беннетт, Лапидт, Либерманн уже не являются юральчанами? Как это, к сожалению, не сказать со всех сторон, а служит интересом врагов юралья? И неужто вот это трудно осознать? Потому что все, что вы говорите, почему они не понимают, это и есть причина того, что израиль сейчас катится в сторону уничтожения самого себя. Потому что либералы не хотят больше существования израиля. Спасибо. В Израиле мы их называем пост- или антисионисты. Действительно, мы говорили не раз уже, что это правительство впервые настолько ошеломительно пост- и антисионистки настроено. То есть были в Израиле левые правительства, но еще никогда не было такого антисионистского правительства, откровенного, где заправляют партии или антисионистские, как партии исламских братьев-мусульман, Рам или Мерец, или пост-сионистские, как партия Лапида, например. И примкнувшие к ним ренегаты, которые еще пытаются называть себя сионистами, но мы видим, что все их решения, в общем-то, идут, как вы заметили точно, на разрушение Израиля. Насколько это понимают люди, по-разному. То есть по-прежнему опросы показывают, что у левого лагеря есть достаточное количество сторонников. Более того, если мы возьмем еврейский сектор, то там, конечно, у правых большинство. Но если бы выборы были сейчас, если верить тем опросам, которые проводятся, то у блока правых партий, то есть партии Ликут, партии ультратодоксов и партия сиригиозных сионистов, у них нет 60 мандатов, понимаете? У них нет. Есть 54, 55, 53, но им опять не хватает. То есть при том, что партия Гидуна-Сары не проходит электоральный барьер, партия Беннета по-прежнему имеет несколько мандатов. И вместе с арабами они имеют большинство. Поэтому сказать, что все израильтяне вдруг очнулись и осознали? Нет, не осознали. В поселенческом движении те лидеры поселенческие, которые радостно приветствовали Беннета и говорили, что он большой молодец, и мы хотим, так сказать, он все будет делать правильно. Там сейчас начинается некое брожение. И вот Даниэла Вайс, которая была одним из ярких сторонников Беннета, до сих пор вдруг заявила, что, мол, да, пора этому правительству уже уходить. То есть до нее тоже дошло. Но теперь уже поздно, потому что так просто их оттуда от власти не оторвать. Но да, начинается процесс осознания того, что ренегаты сделали страшное, привели к власти радикальных левых, не просто левых, а радикальных левых, которые называют поселенцев, например, просто унтерменьшими, вот так вот буквально недолюдьми, буквально в нацистской семантике. Да, и происходит некое понимание, сколько времени еще займет, как долго мы еще будем в этом кошмаре. Давайте примем следующий звонок. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Вы меня слышите, да? Да, да, говорите. С Новым годом от всех. Я хочу вас спросить у вас. Ну, я собираюсь ехать, и моя подруга собирается ехать в Израиль. И нам сказали, что, ну, тест, это понятно. Я сделала все вакцины, все, что надо, и Водерны, и делала последнюю. И сказали, что кофе, сделай тест, пока не летишь. И когда ты прилетаешь в Израиль, мне сейчас сказали, тебе делают сразу опять еще один тест, и поселяют пить его тебе в хотель, и ты три дня должна сидеть, потому что результат 72 часа. Это правда? Так я никуда не поеду. Вы знаете, мне сложно ответить на ваш вопрос, вот почему. Эти правила меняются непрерывно. Если раньше была какая-то логика, может быть, логика извращенная, но она была, то теперь логики нет. То есть я могу вам сказать, что да, это похоже на правду, но надо проверять на сайте израильском, в Министерстве иностранных дел, какие правила в последний час, потому что, может быть, завтра они будут уже другими. Я слышал, что до сих пор Израиль был вообще закрыт, в том числе и для Америки. Сейчас вроде бы его открывают, но открывают, видимо, на это тоже условия. С проверками. Какие проверки будут делать, трудно сказать. Я слышал, что получают информацию с этой проверки быстрее, чем за 72 часа. Но при том, что сейчас огромное количество заболеваний в Израиле, все это может растянуться, поэтому ответить вам на этот вопрос, к сожалению, я не могу. Смотрите на сайт, читайте какие-то сообщения людей. Ну, я вот и читаю, и там лоер из Израиля сказал, что вот сейчас, если прилетите, так на три дня будете сидеть в Иерусалиме. Мне как-то не сильно хочется, у меня там внуки, и точка. Я вас понимаю, я не могу ответить вам компетентно, потому что в Израиле царит бардак, у всех уровнях, к сожалению. Помните за беспокойство. До свидания. До свидания. Удачи вам. Александр, в первом сегменте вы упомянули поездку в поселение. Можно чуть подробнее? Да. Вы знаете, Сергей, вчера мы побывали в поселке Хомыш, точнее, на руинах поселка Хомыш. И это удивительное сочетание потрясающих видов, открывающихся с вершины холмов, чистейшего, ну, не морозного, конечно, но такого холодного воздуха, звенящей тишины и чудовищные оглушающие ощущения несправедливости, которые наваливаются на тебя с каждым словом, по мере того, как человек, который нас встречал и рассказывал, говорит о том, что происходит. Собственно, я не был в Хомыше последние 10 лет. Поселок Хомыш был создан в конце 80-х годов ещё Релем-Шароном, поскольку это стратегическая высота в Самаре. Это действительно те, кто были, сразу понимают. То есть оттуда это холм, с которым открывается вся окрестность, вплоть до Тель-Авива всё хорошо очень видно. И он был построен там. А в 2005 году он был уничтожен во время размежевания, во время изгнания евреев с северо-западного Неги, во секторе Газы и Северной Самарии. Но сразу же буквально нашлись молодые и самоотверженные еврейские молодые юноши, которые вернулись в это одно из самых ошеломительно красивых мест Самарии, создав на руинах как бы Ешиву. То есть что такое Ешива? Это они там сидели и учили Тору, присутствовали как бы. И тут надо понять, что в Газу, например, вернуться было невозможно. Там Хамас всё захватил. А здесь фактически после того, как посёлок был разрушен, армия туда арабов не пропускала. Почему? Потому что армия сказала «политика политикой», а стратегическую высоту мы не можем им передать. Поэтому мы её как бы присматриваем за ним. И поскольку армия присматривала, арабов там не было, то вот эти самые ребята создали там типа Ешивы. Армия их, конечно, гоняла. Никого здания у них там, конечно, не было. И если им что-то удавалось построить, такие домики Ниф-Нифа и Наф-Нафа, то армия их немедленно разрушала и гоняла их прочь. Но каждый раз они приходили снова и снова. Это была такая жестокая игра в кошки-бышки. И вот наш проводник, один из создателей фактически, это Ешивы ещё 12 лет назад, Ариэль. Сам он из семьи хевронских поселенцев. Семья славная такая, Горовец, достаточно известная в Израиле, в Хевроне. Так вот, он говорит, не осталось ни одного дерева, ни одного куста на этом холме, под которым бы мы не учили то. А в самые дождливые и холодные дни мы вообще прятались в пещере неподалёк. И вот он говорит, что в истории поселенческого движения израильского есть такое место, Себастье, в котором начиналось поселенческое движение, и туда восемь раз приходили, восемь раз изгоняли армии. Это ещё в 70-е годы были, пока Бегин не пришёл и не началось строительство поселений. Так вот, в Хомише, говорит Ариэль, мы пережили, наверное, более 300 изгнаний. И вот год за годом продолжалась эта жестокая игра. Причём постепенно к ним приснилось всё больше и больше сил. И где-то на протяжении последних 8-9 лет всё это армия смотрела сквозь пальцы. Что значит, армия смотрела сквозь пальцы? Политическое руководство смотрело на это сквозь пальцы. То есть не пытались их оттуда прям уж совсем жёстко так выгнать, не позволяли ничего построить, но они там как-то копошились, и домики на СНАФа, палатки строили себе, и их постепенно становилось всё больше и больше. Арабы стали им поджигать эти имущества, они стали охранять. В общем, как-то в последние годы армия вообще почти оставила их в покое, и около года назад они уже стали строить более такие приличные домики, уже не домики на СНАФа, а домики НИФ-НИФа. То есть уже не из веточек и палочек, а из каких-то камешков. И туда даже переселились такие же молодые семьи с детьми, тревопроходцев. То есть понятно, что это, конечно, жизнь в совершенно фантастических условиях. То есть амиши по сравнению с ними живут просто в 21 веке. Тут у тебя практически землянки, практически всё ты делаешь на огне. Есть электрогенератор, есть цистерны с водой. Но, в общем-то, это такой очень жёсткий быт. И это, конечно, абсолютная самоотверженность людей. Вместе с молодыми семьями было 3-4 семи буквально всё. Но все ухудшения начались, конечно же, с приходом новой власти. Арабы их регулярно стали забрасывать камнями, бутылками, зажигательной смесью. И они всё время жаловались армией, но армия получила новые указания. Армия как бы не вмешивалась. И всё это закончилось тем, что три недели назад на въезде в посёлок Комыш был убит один из жителей, Иуда Дементман. И вот до этого момента этот посёлочек еврейский, который потихонечку оживал, он находился под радаром. То есть про него не говорили, и политики его не трогали. А вслед за убийством новая власть, это же не Натаньяо, которого обвиняют в том, что он был недостаточно правым. Это люди, которые откровенно ненавидят поселенцев. Они сразу за убийством присылали на Хоум армию бульдозеры и всё разрушили. Вот мы вчера видели эти разгромленные цистерны, пластиковые цистерны для воды, разор разбитый, разбитая мебель, разбитые холодильники, которые там были у людей. Ну что-то, я не знаю, эти холодильники крошечные, которые они к генератору подключали. И вот в итоге в Хоумише осталась ещё пара больших палаток, где несколько десятков молодых людей продолжают поддерживать работу Ишима. То есть им сказали вот 30 дней после убийства, типа пока идёт дни траура, мы вас не тронем. Закончится 30 дней, мы вас всех оттуда повыгоняем. И патрули, пограничные стражи регулярно проверяют эту территорию, не удалось ли там евреям восстановить свои утвы и домики. И как бы что Арель говорит? Он говорит, ну да, нас через 30, вот закончатся эти 30 дней, где-то через неделю-полторы, нас, конечно, отсюда выгонят, но мы же не собираемся уходить. То есть мы пережили 300 изгнаний. Так они уйдут, мы снова вернёмся, всё начнётся по-новой. Мы так живём уже 12 лет, и, конечно, не закончится. То есть с нашей стороны, говорит Арель, как бы ничего не закончится. Но всё это происходит в контексте гораздо более ужасном. То есть, окей, эти игры, с одной стороны, поселенцев, против политиков, молодых ребят. А с другой стороны, на этой же неделе в КНЕСЭД был утверждён так называемый закон о подключении к национальной инфраструктуре десятков тысяч незаконных арабских домов, которые были нелегально построены на государственных землях. И он был принят коалицией по ускоренной процедуре. То есть братья-мусульмане потребовали, чтобы все бедуинские дома, десятки тысяч домов в Негеве, которые они построены незаконно, чтобы их подключили к национальной инфраструктуре. И этот закон прошёл. Причём оппозиция сказала, хорошо, «Ладно, вы их подключаете, давайте тогда подключим хотя бы несколько сотен еврейских домиков в Баудее и Самарии». Ну, более-менее, тот же самый статус. Тоже построили себе свои домики незаконно, нелегально, то есть не получив разрешения от государства. Но вы десятки тысяч арабов подключаете. Вы что, сотню еврейских домов не можете подключить? Нет. Эту часть наша коалиция провалила, а приняла только для арабов. То есть для арабов — да, для евреев — нет. И более того, замминистра нынешнего правительства, Яир Галан, так сказать, он назвал поселенцев, вообще конкретно поселенцев Хомыша, «унтерменьшими». Он сказал это на иврите, конечно, то есть «недолюдь», но перевод прямой — это «унтерменьши». То есть он прямо буквально использовал в лучших традициях нацистской пропаганды семантику нацистов, гебельцев. Он поселенцев назвал «унтерменьшими». И это всё проходит как бы на ура, при том, что вот как бы у нас считают, как будто бы Беннет — глава правительства, как будто бы у нас какие-то правы в этом правительстве, как будто бы всё хорошо. Сергей, я понимаю, что у нас уже времени никакого не осталось, но вот у меня есть на самом деле данные счёта вот этой самой, этой команды в Хомыше, потому что они говорят, да, нам нужны деньги, потому что вот у нас там что-нибудь построим, привезём генератор, армия у нас его отбирает и ломает. Потом она уедет, мы покупаем новый генератор, привозим новые цистерны. То есть им всё время нужны какие-то деньги для этого. Поэтому, может быть, если я могу воспользоваться вот этой ситуацией и продиктовать номер счёта этой команды, значит, я не знаю, может быть, я потом вам пошлю это ещё в письменном виде, если кто-то к вам обратится, возможно. Хорошо. Ну, значит, это называется, это НГО, то есть товарищество, как это называется по-русски правильно, НКО, некоммерческая организация, Бнейхорин, это израильский банк Хапуалим, отделение 695, и номер счёта 495771. Я повторю, Бнейхорин, банк Апуалим, отделение 695, номер счёта 495771. Вот. Да, если вы не пришлёте, я где-то постараюсь, там, на сайте, или где-то сделать информацию. Я пришёл, там, эти все данные. Мы на следующей неделе туда снова поедем. Как-то постараемся даже просто выразить солидарность ребятам, потому что, конечно, они понимают, что большинство еврейского населения не считают их недолюдими. Да, и что, как бы, этот подвиг ежедневный, который они совершают, они это делают во имя народа Израиля. Но всегда важно и всегда полезно им об этом ещё рассказать, привести им к субботе какие-то гостиницы, может быть, какие-то тёплые вещи, деньги немножко. Ну, и буду держать вас в курсе того, что происходит там. Да. Спасибо, Александр. Перешлите мне информацию, я попробую что-то сделать как-то. Spread the words. И до встречи в следующий раз. В следующий раз.